Вопрос о сокращении рабочего времени Это вопрос о возможностях для организации работников Потому что когда они могут организовываться, если они туда до вечера работают? Причем для того, чтобы заработать, начинают работать сверхурочно А как только они работают сверхурочно, тем более уже не остается времени И они же зарабатывают, показывают данные, которые собирает российский комитет рабочих Собирают деньги на лекарства А лекарства дорогие, поэтому результат этих сверхурочных работ вот в этом Значит, есть данные, которые приводились в российской газете Академия госслужбы народного хозяйства и государственной службы по президенте РФ И высшая школа экономики изучали Сколько у нас фактически рабочей недели на сегодняшний день В современной России 48 часов То есть движение идет не к уменьшению рабочего времени А 8 часов, можете себе представить 8 часов это время, которое забрал работодатель А время, кроме всего прочего, в отличие от того, что было в начале 20 века Идет на движение на работу и с работой Потому что обычно селились люди около заводов Сейчас, если есть такое счастливое совпадение места работы и места жительства То эту проблему сейчас как решают? Отправляют из городов предприятия Куда? В области, куда еще подальше Правильно? Вот, в итоге В итоге здесь появляются, значит, некоторые районы спальни В городе В этих районах, вот рядом с теми местами, где были заводы Поселяются люди достаточно хорошо обеспеченные А у товарища рабочие, так сказать, вы, пожалуйста, двигайтесь туда-сюда и обратно Пример Где у нас самая большая помойка, известная под Ленинградом? Это новоселки Какие там предприятия? Новые Вот у нас новых-то мало предприятий Но там два новых предприятия Фенде Южнокорейское И Ниссан Японское Ну, как вы понимаете, для рабочих не самое приятное там место Работать Потому что там, когда приезжаешь только на автомобиле И стекла закрыты И все равно довольно долго Остается это чувство Где-то, что ты побывал на помойке Вот, а там работают целыми днями Во-вторых, если, допустим, мы говорим Не об участии вообще на политической жизни А хотя бы в том, чтобы поехать на концерт Какой концерт, когда вы кончите там Пока вы оттуда выберетесь Пока вы переоденетесь Пока вы сделаете так, чтобы от вас не пахло Вот, так сказать, этот концерт вряд ли и состоится Ну, и так далее, скажем Тот же самый завод во Вселужске Вы знаете Ford Motors Company Вот у нас вроде бы есть Санкции американские Но это не мешает продолжать эксплуатировать Российских трудящихся На таком заводе, да? Завода Ford Вот сейчас там Заводствовка такая необычная Необычная, потому что она связана с тем Что бывший лидер Профсоюзный завода Ford Этман Он свою эволюцию закончил И стал, так сказать, закоренелым предателем Дела работников Дела рабочего класса И вошел в партию яблок Естественно, члены профсоюза Которые бок о бок с ним работали Они решили там от него отслоиться И профсоюз раскололся Поэтому та часть, которая там Не сошла вроде бы С позиции борьбы за интересы работников Она сейчас требует Сохранения тех Гарантий, которые там были А администрация американская Ну или нанятая американцами Она быстро их убирает Вот вы можете познакомиться С забастовкой на Ford сейчас И прочитать, что там, конечно, положение ухудшается Забастовщиков Как баранов согнали в спортивный зал Бастующих Хотя, в общем-то Бастующие Не должны, так сказать, Подвергаться никаким, так сказать, таким указаниям Или куда-то их помещать Или размещать Это их дело Где находиться Они вообще могут находиться на рабочих местах Вот И По существу, конечно, перспективы там Очень тяжелые А сам Завод Ford На базе чего он появился? Он появился на базе Завода русский дизель А русский дизель Как появился во Всеволожске А русский дизель И там На месте прежнего кирпичного завода Вот там теперь завод Ford Motors Company Завод и предприятий таких очень много Вот Поэтому Возвращаясь к тому О чем мы говорили Что затраты времени На дорогу На работу То есть работы Резко взросли До полутора часов В одну сторону Я уже не говорю о том Что они взросли вообще в городе Потому что Скажем Нынешние правила Движения Разрешают Трамваем Которые перевозят 80, 60 100 человек Лихий трекционный трамвай 110 человек Могут перевозить Они Их Рассматривают Эти правила Как автомобиль С такими же правами То есть Можно заехать на рельсы Можно ничего не пропускать Можно Фактически блокировать Поэтому Путешествие От Точки На которую вы сели В ту точку Куда вы приехали Оно Занимает В два В полтора раза Больше времени Вот когда я был студентом Я Со второго Муринского проспекта Около дома была Остановка Сорокового трамвая Садился на сороковой трамвай Который вы знаете Он едет Аж до Ехал по крайней мере Сюда Вот на Васильевский остров Детская улица И так далее Через сорок минут Я был у метро В озере островска Сейчас Если я вдруг Сяду на сороковой Он меня будет возить Добрых полтора часа Не говоря уже о том Что здесь Может быть Какая-то Какая-то остановка Затор А если мне лекцию Чезать То я предпочитаю Пешком иногда ходить Чем садиться На этот самый транспорт А теперь он вообще Направлен К финляндскому вокзалу И все Он сюда и не едет Этот транспорт То есть Если вы начнете считать Время Сначала Нерабочее Потом выщите Из него время сна Потом выщите Время Связанное С движением С работой На работой И вот у вас Получается Что свободного времени У работников и нет Поэтому Когда я вас спрашиваю А у вас нет свободного времени А я тоже знаю Что нет Ну а что делать Вот как-то Это противоречие Надо все равно решать Все равно надо его решать Потому что Если не будет борьбы За это свободное время То ничего нельзя сделать Из свободного времени Что такое Свободное время Определение Я к вам обращаюсь Как к самому продвинутому Свободное время По-моему Не знаю Завание Ясно Время Что Как Время Что Человек на себя Может тратить Время Человек Может на себя тратить. Человеку что? Которое он может использовать в своей цели. Хорошо, то есть я, значит, руководствуясь с вашим определением, пошел купил две бутылки водки и руководствуясь опять же вашим определением, что я могу использовать, выпиваясь за ваше здоровье, чтобы у вас было свободное время. Это свободное время у меня? Ну вы же можете это делать. Могу, но я и делаю. Так это свободное время по-вашему? Ну можно, да, свободное время. А почему вы решили, что это свободное время? Откуда вы взяли такое определение? Я такого определения ученых не видел, а вы где подобрали его, товарищ магистр? А вам понятие внерабочего времени известно? Время внеработы? Вот внерабочее известно, есть другая категория, вот внерабочее время. Есть время работы, вот вы о нем говорите, занят по работе, да? Рабочее время может продолжаться гораздо дальше, чем написано, как вы понимаете, или формально, или неформально, когда вы дома доделываете то, что вы не успели сделать в офисе там или на работе, так? Вот остается внерабочее время. Это внерабочее время вам придется использовать на сон, раз, на движение с работы и на работу, два, на хождение по магазинам, три, на уборку, стирку, готовку и так далее, четыре, и если вы оставшиеся там полчаса просидите у телевизора и будете смотреть, кто как в кого стреляет, это будет использование рабочего времени, хотя слово польза здесь уже не вполне адекватно, потому что, а в чем польза, собственно говоря? Так вот, определение, которое дал Маркс свободному времени, а он, как известно, не просто, как некто иногда спрашивает, кто такой Маркс. Маркс – это экономист. Как наша тетя Зяма? Нет, наша тетя Зяма – старший экономист. Вот если рассматривать его как ученого и серьезного ученого, вот он дал такое определение – свободное время – это время для свободного развития. И вот когда начнете считать время для свободного развития, у вас его получается немного. В том числе, согласно этому определению, вот ваше присутствие здесь, участие в саморазвитии, в своем – это свободное время. А если вы там, как говорится, я использую что, как хочу, ну это зависит от того, если вы играете в мяч там, или вы физическое развитие осуществляете, это тоже свободное время. А если у человека была возможность время сделать свободным, а он не использовал его для развития, то у него свободного времени нету. Нету. И вот у нас, можно сказать, что у очень многих, если не у большинства, нету свободного времени, нет времени для развития. А что тогда, если нет развития, идет деградация. Причем деградация и общественная идет, и деградация такая, так сказать, личная. Вот почему это противоречие надо во что бы то ни стало разрешать. И главной дорогой разрешения вот этого противоречия является сокращение рабочего времени. Хотя никто вам не гарантирует, что эти люди, которые получат дополнительное время, вне рабочие, что они его затратят для развития. Они могут, некоторые играют в игры, как говорится, и будут дальше играть в игры. И все время протратят на эту игру. Другие люди пойдут все-таки заниматься или обучаться самообразованием или в официальном порядке, как вы. Но, как вы понимаете, если вы закончите самообразование, то у вас продолжаться будет. Все равно человек все время развивается. И начнете, если считать, время для свободного развития, даже для интереса себе посчитаете, его получается очень мало. В свое время была такая программа научно-технического прогресса, еще в годы, когда Советский Союз был. И его научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. По странной причине она была засекречена, эта программа, до 2020 года. И находилась у нас в спецхране, в библиотеке нашей университетской. Я туда ходил и в отдельной тетрадке, в отдельной комнате выписывал оттуда, что там имеется. И то, что я выписывал, там и осталось. А зачем? А зачем это вот у нас в спецхране находилось? А чтобы, наверное, не прочитали и не узнали лишний раз. Из нее я, например, узнал, что у нас, как мало у нас свободного времени, особенно мало их у женщин. У женщин на два часа меньше, чем у мужчин. Отсюда и видно их участие в общественной жизни. У нас есть, конечно, женщины, в том числе и на руководящих должностях. Но если вы возьмете уровень просто высшего образования, где-то 50 на 50. А если вы возьмете уровень уже кандидатской диссертации, то женщин уже меньше. Но докторских очень мало. По сравнению с количеством докторов мужчин, женщин. Почему? Потому что столовых стало меньше, детских садов не хватает, и детских, и ясель. И так далее. И время поглощает всякие заботы, которые не позволяют, соответственно, развиваться. Вот такая вещь. Поэтому разрешение, тем не менее, этой проблемы всей общей состоит в том, чтобы отбиваться сокращение рабочего времени. Поэтому в этой программе Федерации профсоюзов России нельзя рассматривать все вот эти требования как рядоположенные. И это, и это, и это. Все-таки есть такие требования, наличие которых позволяет решить и другие проблемы. Если у вас будет это время, вы сможете развиваться, вы сможете контролировать, сможете участвовать в управлении. Добиваться условий труда, добиваться большей зарплаты и переходить не только к таким частным вопросам, которые решаются на уровне предприятия, но и к более общим вопросам, которые решаются в масштабах страны. Если речь идет о Федерации профсоюзов России, она, конечно, рассматривает не только те вопросы, которые можно решить в пределах предприятия, а по договоренности с работодателем в масштабах общества, но и по требованию профсоюзов, имеется в виду отношения и с правительством, чтобы можно было решить другие проблемы развития работников. Спасибо. И устанавливаете, что на том собрании или конференции, где будет определяться характер забастовки, что забастовка будет проходить не в форме полной остановки работы, а как частичного прекращения работы на 2 часа в смену. Это значит, что вы перейдете, перейти можете к 6-го дню, как только вы закончите процедуру подготовки вот этой забастовки. И пока идет, если забастовку вы объявили бессрочную, а кто объявляет забастовку, это чье право? Это право работников. Если работники объявили забастовку бессрочную, они вот свое время сократили на 2 часа. Но если вы не хотите и не провели процедуру, и не сорганизовались, то у вас и нет этого свободного времени, а в одиночку его не получить. То есть для коллективных трудовых споров эта норма есть. Для индивидуальных трудовых споров вообще нет никакой процедуры. Да и, наверное, вы понимаете, что отдельный работник против, так сказать, собственника средств производства ничто и никакой, так сказать, борьбы выдержать тут не может. Единственное, что он в этих случаях, если его увольняют, он может обратиться в суд, и суды очень многих восстанавливает. Ну, как они могут восстановить, когда вы 6 месяцев не работаете, 10 месяцев не работаете, с оплатой, или без оплаты, по-разному бывает. Так, обеспечение реальных экономических гарантий и полной занятости за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест, говорится в программе задачи коллективных мест, с благоприятными условиями труда. Использование роста производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени. Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки. Недавно в публикации в газете, в российской газете, сообщили, как считаются у нас высокопроизводительные рабочие места. В промышленности их рост меньше процента. Это про них вроде шел разговор, что у нас будет создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Тем не менее, по данным, которые дает наша статистика, рост у нас там чуть ли не 10 и 18 процентов. То есть, под высокопроизводительными рабочими местами понимаются в статистике у нас те рабочие места, местами, допустим, брокеров или работников страховых компаний, которые считают по объему денег, которые они получают с населения и делят на количество работников. Получается высокопроизводительное рабочее место. А производительность берется не как количество материальных благ, которые вырабатываются за единицу времени, а как сумму денег на одного работника. Ну и вот там, где самые такие денежные места, и получается, вот, дескать, высокопроизводительных мест у нас уже наделало море. Хотя на самом деле, с этим делом обстоит очень плохо. Не получается, рост производительного труда, если он и есть, используется для чего? Для сокращения рабочего времени или для того, чтобы уволить производительных работников. То есть, вот, скажем, вы сейчас перегружены, а если еще будут найдены какие-то возможности еще на чем-то сэкономить, то надо еще кого-то уволить тогда и еще меньше сделать работников. Потому что оплату, которую производит работодатель, они за работников, пенсионный фонд, медицинское страхование, социальное страхование, они идут в расчете на работника. А если работников меньше, значит, затрат меньше. Поэтому работодатели стараются вместо сокращения рабочего времени сокращать число работников. То есть, работники никакого прогресса, что и с ростом производительности труда, не ощущают, если это дело пустить на волю работодателей. Все будет использовано для того, чтобы все меньшее количество людей выполняли большую работу. И все. И это вот по этой траектории движется. Такой пункт, как ограничение практики заключения срочных трудовых договоров. Срочные трудовые договора – это некоторое исключение. Срочные трудовые. По смыслу. Это предполагает, что у нас есть какой-то сезонный труд. Допустим, надо собирать апельсины. Или надо проводить какие-то исключительные работы, которые заканчиваются, и на этом заканчивается этот труд. Поэтому, как правило, должно быть заключение договоров на неопределенный срок. И уволить. Поэтому довольно сложно работника, если с ним заключен договор на неопределенный срок. Если люди этого не понимают и легко сами подписывают договора на определенный срок, основанием увольнения является что в таком случае? Окончание срока трудового договора. То есть, если вас вот так подписали, это значит, вас подвесили. И это значит, что как только работодатель захочет вас уволить, он это сделает без всякой задержки, без всякого труда, и без какой бы то ни было возможности для работника что-то отстаивать, настаивать и так далее. Вот я уже вам говорил, у меня был такой разговор на Кировском заводе, в присутствии их руководителей, их профсоюзного комитета, когда люди говорят, нас вот переводят на срочные трудовые договора. Ну, что значит, говорю, вас переводят? Никто не имеет права вас перевести, если вы не будете соглашаться. А нас вот угрожают. Ну, как, говорю, вам угрожают? Вот как вот вас переведут на трудовые договора, срочные, это значит, гарантия, что вы будете уволен. Какие могут быть еще вам наказания? Вот это и есть вам самое страшное наказание. Вы на это соглашаетесь, считаете, что вы согласились со своим увольнением. Ну, нас заставляют. Я говорю, как заставляют? Бьют, режут. Ну, что делают с вами? Говорят. Ну, а вы говорите нет, вот и все. Следующий пункт очень важный. Согласование работодателям с профсоюзом решений, затравивающих интересов работников. Мы его глубоко рассматривали, вы на этой теме остановились. У некоторых это есть, но это исключение. Как правило, то, что мы сейчас наблюдаем, если мы будем рассматривать имеющиеся коллективные договора, то они просто штампуют то, что записано в Трудовом кодексе. Раньше, в Кодексе законов о труде, в ГЗОД РСФСР, еще в 90-е годы, до 2001 года, стояло согласование с профсоюзом или с работниками, вопросов увольнения. Сейчас везде в законе стоит учет мнения, а учет мнения – это просто содержка с реализацией этого же самого решения, локально-нормативного акта, который принимает работодатель. И большинство коллективных договоров переписывает из закона, хотя это с точки зрения теории коллективных договоров бессмыслится, потому что в коллективном договоре не может заключаться ничего, что хуже, что ухудшает положение работника, а что улучшает – может. Поэтому на самом деле содержание коллективного договора только в тех пунктах, которые улучшают. Все остальные пункты, которые не улучшают, их вообще-то им не надо и записывать в коллективный договор, может только для памяти. Или иногда надо записывать, потому что вы чувствуете, что скоро уберут из закона. Вот если вы знаете, что уберут из закона, значит надо записать в коллективный договор, но без кавычек, потому что если вы закавычите, то они улетят из закона, и вредно это норма тоже не будет действовать. А если вы без кавычек поставите в коллективный договор, то лучше-то может быть, чем в законе. Поэтому из закона она улетит, а в кол-договоре останется, потому что в кол-договоре может быть лучше, чем предусмотрено законом. Это очень важный пункт. Согласование работодателем с профсоюзом решения, отравивающие интересы работников, на сегодняшний день – это редкость. Редкость. И это вот та задача, которую тоже надо решать. «Признание права работников на приостановку работы при невыплате зарплаты и нарушении правил охраны труда и аттестации рабочих мест по условиям труда». Ну вот тут такой комплексный пункт стоит. Можно считать, что первый пункт реализован. 142-я статья Трудового кодекса позволяет в случае невыплаты зарплаты более 15 дней приостановить работу, уведомив письменно об этом администрацию. И ждать, когда вам выплатят зарплату. И до этого момента вы можете находиться на рабочем месте, что я бы рекомендовал, позволить глаза. Можете не находиться, можете находиться, читать капитал Карла Маркса. Три тома как раз у вас хватит на это всего времени. Я хочу сказать, что приходят, и я знакомлюсь с этими сообщениями, там, дескать, забастовка, там забастовка. Люди по три, по четыре месяца не получают зарплаты. То есть их права грубо нарушаются. Они, несмотря на то, что они вообще хотят, так сказать, возмущаются, они возмущаются через три месяца, после как они не выплатили зарплату. Хотя должны были на 17-й день или 18-й день написать маленькую бумажечку, каждый персонально, уведомляю вас о том, что я не останавливаю работу, если я останавливаю, то я нарушаю трудовой договор, а приостанавливаю работу до выплаты зарплаты. И тогда, согласно этой 142 статье, мне должны письменно меня уведомить о том, что завтра мне выплачена зарплата и должны написать, что уважаемый Михаил Васильевич, просим завтра вас приступить к работе. Поэтому я тихонечко сижу, читаю, изучаю, вот если нет времени, и делаю то, что надо, и потом начинаю работать. А до этого отдыхаю. Нет, люди, вот не получают человека месяца, говорят, мы басуем. А потом у них забастовка незаконная, поскольку не пройдены никакие процедуры. То есть и первая глупость, и вторая глупость. Потому что зачем же это? Хотите делать забастовку, у вас три месяца было, а что вы через три месяца спохватились делать забастовку? А вы до этого чего? Почему вы работаете бесплатно? Почему вы работаете бесплатно? Вот вопрос. Вот люди у нас работают бесплатно, очень многие. И систематически. И это вот в реестре забастовок, какие есть, это в основном вот так называемые такие забастовки. Это забастовки, которые свидетельствуют о глубокой темноте и грамотности правовой наших работников. Хотя вроде у нас все люди читающие, грамотные, могли бы взять и купить клевый кодекс. Я сегодня пошел и купил. Докладываю. 169 рублей. С изменением на ноябрь 2018 года. Там все время они фиксируют, на какой месяц внесены изменения, а по-тихому эти изменения регулярно вносятся Думой, потом в верхние палаты федерального собрания подписывает президент без особенного шума, потом вдруг смотрите, там чего-то нету из тех благ, которые есть. Поэтому время от времени нужно перечитывать трудовой кодекс, чтобы узнать, а что в законе, что осталось в законе после бурной деятельности нашей Думы. Признание права работника на приостановку работы при нарушении правил охраны труда. У нас вообще предполагаются профсоюзные инспекторы по охране труда и право работника при нарушении, но этим правом слабо пользуются. Работники почему? Потому что они одинокие. Вот вы один будете вас сказать, я не буду это делать, это опасно. Значит, вы не выполняете, какие-то репрессии начинаются. Значит, это надо делать, приглашать профсоюзного инспектора по охране труда, чтобы это было зафиксировано, чтобы это было написано на бумаге, то есть надо, чтобы работники овладели известной культурой. У нас вот вопрос в этом курсе, как ставится? Политические составляющие социально-тудового конфликта. Не просто надо пойти и устроить конфликт. Нет. Вы так должны оформить свой конфликт, чтобы он был выигрышным, а не проигрышным. Так если вы не зафиксировали должным образом это нарушение, если надо, составили акт. А акт умеете составлять? Нет? А вы? Никогда не составляете? А? Возможно. Знаете, да? Ну как вот надо составлять акт? Давайте составим акт. Что сегодня происходит? Ну, берем лист, пишем, что произошло сегодня. Сколько, нет, кто берем? Сколько человек вас будет брать? Три человека, кажется, достаточно. Три, а вас двое. Все, не проходит. А он не подпишет, он мой сторонник. Вы пролетели. Вот идите оттуда. Причем, как вы уговорите другого? Потому что на акт вы можете уговорить, потому что в акте позиции не требуется никакой. За, против. Что вы должны делать? Констатировать, что есть. Так, берете трех человек, дальше пишите акт. Они подписываются, понятно. Кто они? Ну, вот эти люди, свидетели. Да ладно, свидетели. Какие свидетели? Вот три человека, а не кто они. Сначала акт напишите, наверное. Расскажите, как он написан. Акт составлен настоящий. Настоящий в том, что, что, сегодня, какого? Двадцать шестого. Двадцать шестого. Двадцать шестого ноября 2018 года. Актура. В аудитории такой-то. Что? Ну, дальше пишите, что. Что было? Написали? Вот. Потом подписи под этим актом. Допустим, вас куда-то не пропускают. Составили акт. Потом несете подписывать кому? Тому, кто не пропускает. Он уже не такой же сильный, так шумит, как он до этого был. Подпишите. Что с актом ознакомлен. Говорит, я против там. Да просто вот мы-то написали, что есть. Ну, вы же нас не пропускаете. Да, я не пропускаю. Ну, так и подпишите, что есть. Уже как-то по-другому. Не буду. Хорошо. Что вы пишете? Отказался. Гражданин там, не представившийся. Или гражданин фамилии такой-то. Или гражданин, у которого на лацкане там его. С актом ознакомиться. Подписать настоящий акт. Настоящий акт. Отказался. И опять три подписи. Все. Вот такой документ принимается в любой инстанции. В суде, в прокуратуре. Нельзя, где вам надо доказать. Потому что если вы скажете. Скажете. Вот у меня плохие условия труда. Скажете. Ну, что, ребята, вы грамотные люди. Что, в чем плохость, где? Скажите, в чем опасность. То есть надо это все, чтобы было протоколировано. И чтобы это был соответствующий акт. Это вот тот юридический документ, который где, в любой дистанции принимается. Нет у вас документа. Мало ли что вы хотите там. Вам не понравилось, какой у меня нос. И вы сразу на меня написали. Это не аргумент. То, что вы написали. Вы должны опираться. Так. Вот аттестация рабочих мест по условиям труда. Здесь прошли большие изменения. И ситуация ухудшилась по сравнению с тем, что было тогда, когда принималась эта вот программа. Потому что в 13-м году появилась система ОУСОУД. Специальные оценки условий труда, которые делаются не так, как раньше было. И вот представители государства, представители профсоюза, они приходят. Представители работодателя. И оценивают условия труда. И оценивают по каким параметрам. По материальным параметрам. Прежде всего делаются соответствующие замеры. Замеры температуры, влажности, запаленности, загазованности, уровня поднятия тяжести, тяжелый, особо тяжелый труд. Вредные условия труда, особо вредные условия труда и так далее. Вредные условия, связанные в том числе с радиоактивными излучениями или с электромагнитными излучениями и так далее. С химическим загрязнением. Теперь ситуация изменилась. Есть лицензированные организации, которые осуществляют оценку условий труда. Работодатель их приглашает, платят им деньги и оценивают. Я вас пригласил и заплатил. Вы оценили условия труда у него и какой получился результат. Отличные у вас условия труда. Правильно? Потому что кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому обрушилась вся система охраны труда. Вредные стали, особо вредные стали вредными условиями, вредные стали полезными. А там, где было очень опасно и вредно, оказалось, что это курорт. Например, докеры те же самые. Смотрите, вот вы уже видели, они работают на свежем воздухе и на берегу моря. И хотят, чтобы еще им за это приплачивали. Но вообще народ какой. Понимаете? То есть это затрагивает всех. Скажем, если были дополнительные к отпуску, за вредные условия труда, дни там 3-5 дней, они, значит, все улетели. Соответственные приплаты, которые были с этим, или льготы, связанные с тем, что более короткое время труда. Причем приходить может эта организация тогда, когда никакой работы не ведется, когда ей не замеришь это. Но она же лицензированная, она вам написала, деньги заплатили, все. Так, вот такое еще правило было. Наделение каждого профсоюза правом на заключение коллективного договора в интересах своих членов и действию коллективного договора до заключения нового. Это вот, это проблема, которая не решена. Во-первых, сейчас профсоюз может заключить только в интересах общего коллектива, и только в том случае профсоюз может заключать, когда он представляет более половины. Ну, представьте себе, вот есть старый фанеперовский профсоюз, он давно уже подмят администрации, он ее поддакивает, за это получает деньги, а новый профсоюз, ну, не насчитывает более половины, значит, он никаких прав не имеет. И поэтому, а так бы, вот скажем, вот у вас есть там 40 членов профсоюза, вот вы заключаете договор на эти 40 человек с работодателем. Это не решено, и это трудно решить, потому что те же самые крупнейшие профсоюзы фанеперовские, они это все блокируют, а почему блокируют? Потому что они находятся под управлением политической партии «Единой России». В чем это выражается? Товарищ Исаев, вам фамилия ничего не говорит? Это тот человек, который выступал в Государственной Думе в защиту пенсионной реформы, недавно принятой. Товарищ Исаев сидит на двух важных постах. С одной стороны, он заместитель руководителя фракции партии «Единой России» в Государственной Думе, то есть партии работодателей. Одновременно он заместитель Шмакова, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Поэтому он представляет собой такой изготовленный из живой биомассы, приводной ремень от партии «Единой России» к массам трудящихся. Поэтому вот, собственно говоря, и результат, который мы имеем. Заключение профессиональных тарифных соглашений. Ну вот такие тарифные соглашения заключаются. Это не коллективные договора, это, скажем, люди, допустим, авиадиспетчеры могут заключать. И они добились того, чтобы вы заключали профессиональные тарифные соглашения с кем? С работодателем под контролем государства. «Свободный доступ профсоюзов к информации, в том числе составляющий коммерческую тайну, касающийся экономического положения организации и права контроля профсоюзов за хозяйственной деятельностью организации». Ну, вот это вот полностью отвечает названию нашего с вами курса. Это требование все работодатели воспринимают как политическое, и ни за что на это не соглашаются. Никакого свободного доступа профсоюзов к информации, в том числе, и уж не говоря уже о том, чтобы в том числе составляющие коммерческую тайну, касающиеся экономического положения организации, нету. Обычно на всех переговорах представители и организации говорят, что у нас все очень плохо. Ну, действительно ведь все плохо. Если у меня только 15 миллиардов, а хотел я 20 получить, то это же плохо. Поэтому очень все плохо. А конкретно ничего не говорят. Значит, я свидетель, как консультант правкома докера опционерного общества, первый контейнерный терминал, присутствовал на переговорах и там выступал, начальник консультантного правового отдела, первый заместитель председателя правкома, товарищ Федотов, выступает и говорит, мы требуем... Вот вы нам рассказываете, что у вас нет денег. Ну, как вот товарищ Медведев говорит, нет денег, а потом выясняется, что у нас прирост тех людей в 17-м году, которые имеют более чем 500 миллионов долларов, 22 процента. Или что у нас в 16-м году количество долларов миллионеров выросло на 10 процентов, а долларов миллиардеров на 11 процентов. И вот при этом нам рассказывают, что денег нет. Что говорит представитель работодателя на переговорах? Данные не даются. И вот представитель работников заявляет, что мы требуем в соответствии с законом, написано все это в Трудовом кодексе, что обязаны предоставлять информацию, и тут точно так же, вот так же требуют, не предоставляют информацию. Не предоставляют, и поскольку вот этого требования, оно должно быть сопряжено с ответственностью за непредоставление информации, надо требовать не только этого, а чтобы в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях были записаны пункты об ответственности работодателей за вот непредоставление такой информации. Иначе это пустой разговор. Весь Трудовой кодекс переполнен всякими хорошими и добрыми заявлениями. Например, государство, 130-я статья, государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Вам нравится это? Нравится. Ответственность государству за то, что оно это не делает? Никакой. 134-я статья относится уже к работодателям. Обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы работников. Написано? Написано. Повышение реального содержания, все понимают, что это такое? Что инфляция растет медленнее, чем номинальная зарплата. Их номинальная зарплата должна опережать. Не написано на сколько, ну хотя бы на полпроцента, или там десятую долю процента, она не только не на десятую долю процента не опережает. А у нас данные, начиная с... Начиная с периода 2013 года, такие, что заработная плата в 2018 году составляла 92,5% реальной от уровня 2013 года. То есть у нас вот такой график по понижению реальной зарплаты. Совершенно противоположный тому, что записано в законе. Ответственность какая-то предусмотрена? Нет. Поэтому тут тоже бы надо было ставить сюда эти требования. И в этом может быть слабость этих требований и Федерации Процессов России, что надо менять законодательство. А для этого, между прочим, профсоюзы в лице крупнейших объединений профсоюзов должны выступать с правом, использовать свое право законодательной инициативе. Вот Исаев сидит от профсоюзов. Он мог бы сделать такой проект закона? По идее, да. По идее, мог бы. На самом деле он не делает, потому что он сидит в другом месте еще, как замруководителя фракции. Так. Осуществление права профсоюзов на ведение коллективных споров и забастовок. Пожалуйста. Никто вам не ограничит это право. Есть. Включая забастовки солидарности. Нет у нас такого права. То есть забастовку солидарности вы не можете организовать. Вот он начал бастовать один. Тяжело ему. Говорит, ну вы нас поддержите. Не можем мы вас поддержать. Мы не имеем права проводить забастовки. Можете письма писать. Можете приходить в свободное время. Поддерживать их, руки пожимать. А в забастовке солидарности не можете. Хотя это не во всех странах так. Во многих странах можно делать забастовки солидарности. Мы сейчас бастуем в порядке солидарности вот с этим предприятием. Политические тоже нет никакого права на политические. А зачем вам политические забастовки, если у вас нет свободного времени? Пока люди не получат свободного времени, ничего из этого политического не выйдет. Потому что человек неграмотный вне политики. А неграмотный, если у него нет свободного времени. Нет времени для свободного развития. Вы приготовили свои политические требования? А я говорю, а я работал много. Ну понятно, работайте еще. Так, и общенациональные экономические забастовки. Общенациональные экономические забастовки делать можно. Но не так, что есть какой-то общий забастовочный комитет. А сами представители профсоюза, никто им не мешает между собой договариваться. И вот есть Федерация профсоюзов России. Договоритесь, чтобы Федерация профсоюзов России призвала в согласованные сроки начать забастовки с похожими требованиями. Требования вот отсюда можно взять. И будет общенациональная экономическая забастовка. Правильно? То есть есть вещи, которые требуют хождения в Думу. А есть вещи, которые не требуют хождения в Думу. Общенациональные экономические забастовки. Ну здорово. И вот можете все выступать за 6 часов рабочий день. И не только выступать и требовать. А еще и можете у себя проводить забастовку и получать его. Это 6-часовой рабочий день. Принятие разработанного Фондом Рабочей Академии Трудового Кодекса, воплощающего передовые отечественные и зарубежные достижения в развитии трудовых прав граждан. Значит, целиком его принять не получилось. А по частям, пожалуйста, вставляйте себе вот все эти требования, которые есть в кодексе. Берите проект. Проект висит на сайте Фонда Рабочей Академии. Включайте в требования. Бастуйте и получайте. То есть никаких ограничений в этом плане нет. Можно так поставить вопрос. У нас что? Дело в том, что люди боролись и не добились или не боролись? А поэтому ничего не добились. Скорее второе. Правильно? То есть не так, чтобы у нас добивались, боролись, требовали. Нет. То есть требовали, но не объявляли за басок. Вот как вы. А если объявляли, то не проходили процеду. Так вы сделайте грамотно, как положено. И, пожалуйста, можете осуществлять. Сокращение имущественного разрыва между богатыми и бедными. Легко написать. Как вы думаете, кто будет сокращать? Вы хотите, чтобы богатые сократили этот разрыв? Ну, это наивно. Вот представляете, я вот миллиардер, а вы тут сидите два миллионера. И что это я буду сокращать? Если вы два миллионера, то вы неудачники. А если вы неудачники, а вы стараетесь лучше работать и будете получать, будете миллиардерами. Поэтому как решается эта проблема? Если будет повышение уровня реального задержания зарплаты и приближение зарплаты к стоимости рабочей силы, конечно, разрыв сократится. То есть надо, чтобы это была всеобщая борьба. Есть у нас всеобщая борьба трудящихся за повышение зарплаты? Есть у нас выдвижение таких требований? Я не знаю такого. Вы слышали такое, нет? Вот у вас есть что-нибудь такое? Нет? Я вообще почти ни у кого нет. Но если никто... Вот представьте себя, я председатель правительства, я смотрю, а никто не требует. Почему у вас? Почему у вас нет черной икры? А спроса нет. Нет спроса. И так и здесь. Нет спроса на вот это улучшение жизни. Поэтому и разрыв между богатыми и бедными. Им говорят, вот будешь активнее действовать, будешь успевающим. А сейчас ты не успевающий. Неуспешный. А я успешный, если я миллиардер. А вы, если не миллиардер, вы тоже неуспешный. Так решается вопрос в идеологии. Это очень просто. А вы не требовались? Вы за ростовку у вас была? За повышение заработка не было? Так вам, значит, не надо. Ну, раз не надо, а ты чего хотите? Мало ли что, вы рассуждаете. Если вы всерьез, так вы всерьез, вы имеете требования и добиваетесь. А вы ничего не добивались. Может, вы бы и добились, но вы ничего не добились. Вот хочу вам порекомендовать. На сайте, нет, на канале Фонда Рабочая Академия, где вывешиваются, в том числе, наши лекции, недавно повесили интервью с председателем Федерации профсоюзов России, президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров. И он является генеральным секретарем Конфедерации труда России Ковалевым, Сергеем Анатольевичем. Он рассказывает, чего достигли авиадиспетчеры, при том, что им все запрещено. Безопасовки запрещены официально и так далее. Но они проводят по-другому. Зарплата средняя авиадиспетчеров, как вы думаете, сколько сейчас? Была 15 тысяч. Сейчас? 200. 200. 200 тысяч. 200 тысяч зарплата, льготы, допустим, они выходят в отпуск. Бесплатный билет для любой точки мира на самолет и возврат. А родственник половина. Причем раньше были только из той точки, в которую прилетели, а теперь, говорит, мы уже добились так, что вот вы прилетели, допустим, в Грецию, а потом решили в конце съездить в Англию, а из Англии уже вернуться. Ну вот откуда вы решили вернуться на самолете, вот тот билет и бесплатный. А из Греции в Англии, это вы путешествуете по Европе за свой счет. А вот вас отправить туда и обратно вернуть, это гарантировано. Коллективным договором все это включено в этих соглашениях. Ну и там, вы видите, там была очень большая проблема, что условия теперь хорошие, стараются люди работать подольше. Их начинают стимулировать к тому, чтобы пошли на пенсию, чтобы освободить молодежи. Ну а как стимулировать? Ну, допустим, вот давайте пять или шесть окладов. Пять окладов по 200 тысяч сколько будет? Миллион. Вот вам предлагается получить миллион и найти себе более спокойную работу для здоровья, более хорошую, вредную, потому что работают здесь вечером. Ну и вот у них потихонечку выбираются рабочие места, и приходят молодые люди на эту работу. И для молодежи такой рост они получают достаточно большой заработный плат. И для создания семьи, и для решения вопроса о том, чтобы получить квартиру. И очень большие суды дают беспроцентные для тех, кто получает, строит себе квартиру и так далее. Вот это очень интересно. То есть вот есть представители, так сказать, профсоюзов, которые активные участники разработки этой программы коллективных действий, которые взяли и стали это реализовывать. И реализовали. А ведь диспетеры очень много из этого, из того, что мы с вами обсуждаем, как вопрос теоретический, реализовали практически. Вот считайте, что выступление Ковалева, Сергея Анатольевича, это отчёт о том, как они выполняют программу коллективных действий, за которую они голосовали. Реализация активных мероприятий по охране труда. Это очень общо. Сформулировано здесь, по идее, должны быть планы по улучшению условий труда. Есть у нас такие планы? Нет таких планов. И нет таких планов почему? Потому что уже когда началась аттестация, то аттестация это констатация. Я пришёл к вам на рабочее место и выяснил, это плохо, это хорошо, это плохо, это плохо, это плохо. И что? Ничего. И я аттестовал, и соответственно с этим вам или льготы, латы, или вам молочко, или вам мармелад выдают. А улучшаться-то будут? А это не... То есть нужно не просто аттестация, и не констатация, и не оценка. Оценка это только начало. Ну дальше, я скажу, вот жизнь у нас плохая. Вы обрадовались этой оценке? Или я какие-то разработаю мероприятия по улучшению условий труда? И эти мероприятия по улучшению условий труда куда должна войти? На предприятии. В коллективный договор. То есть вот есть... То есть поэтому это недостаточно. Никто вам не мешает коллективный договор самим предложить мероприятие. Ну кто, кого это? Вас касается... У вас большой затрат труда. Вас не отпускают вовремя. Вас нет свободного времени. Так вы включайте. А если вы не включаете... Вы хотите, чтобы я вас нанял, и вы хотите, чтобы я заботился о том, чтобы вы больше отдыхали. Я заботюсь не о том, чтобы вы больше отдыхали, чтобы у меня в кармане больше прибавлялось. Ничего тут непонятно разве? Что тут не ясного? То есть без особенно глубокого изучения политэкономии это понятно. Развитие системы независимых инспекторов труда введение уголовно-правовых санкций за невыполнение судебных решений по вопросам трудовых отношений. Ну вот, это развитие системы независимых инспекторов труда, это, конечно, хорошо, но если... Что такое инспектор? Инспектировать это и осматривать. Если понаблюдать. Ну вот мы инспектировали, констатировали, и что дальше? А дальше нет никаких решений по этому поводу. То есть надо, чтобы были решения, в том числе судебные решения по вопросам трудовых отношений. Кто должен подавать в суд? Профсоюз может подавать в суд. Если он зарегистрирован, он подавать в интересах работников может в суд. Не один работник, дескать, вы сами спасайтесь, а профсоюз, тем более если есть освобожденные работники, есть привлеченные там юристы, специалисты, могут подавать и выигрывать в суды в интересах работников. И равная зарплата за равный труд. Это, конечно, требование. Как у нас? Выполняется или не выполняется? Не выполняется. Вот вы наблюдаете в нашем обществе, что мы наблюдаем, что одни люди там, скажем, шахтеры имеют 40-50 тысяч рублей, а гражданка Собчак имеет миллионы, сотни миллионов. А как вы думаете, у кого труднее труд? Собчак думает, что у нее труднее. Согласование с профсоюзами дифференциации заработков. Тоже очень важно. Но люди в профсоюзе состоящие, они-то понимают, как это связано. Надо сказать, вот докеры на своем примере убедились в том, что они организовывали, когда запасовки за повышение уровня реального содержания, заработной платы. Их администрация, работники администрации очень активно поддерживали. Но не участием, а морально поддерживали. Почему? Потому что у них такая вот шкала в Алексеевном договоре. Вы ее видели там, нижний уровень, это 6 минимальных зарплат в Российской Федерации. Это вот меньше нельзя платить в Порту, как они установили в Алексеевном договоре. Как хотели, так и установили. Правильно? Имеют право установить. В 6 раз больше, чем в России. Вот они и установили, в 6 раз больше. А дальше идет шкала, коэффициент, и вплоть до генерального директора. Вот если выиграют работники забастовки, у всех будет повышена зарплата. И у генерального директора. Причем она не специально будет повышена, а просто вся шкала поднимется и все. Потому что минимальная зарплата эта поднимется, допустим, вдвое, и у всех вдвое вырастет. Кто получал 2 миллиона, будет получать 4 миллиона. Я имею в виду какие-то входящие в состав высших служащих в этом же самом Порту. Поэтому это вполне реализуемая вещь. Но равные зарплаты за равный труд конечно у нас нет. Это задача на вырост. То есть то неравенство, которое у нас есть, оно нетерпимо. Если смотреть по странам, значит у нас имеются разные страны с разным уровнем различий в доходах. есть в скандинавских странах самый малый разрыв. Поэтому некоторые даже относят их к странам социалистическим. Не знаю, где они там нашли социализм, там все частная собственность, везде и капиталистическое производство. Но там разрыв в 3-5 раз. То есть 10% самых доходов или доходы 10% самых богатых отнесенные к доходам 10% самых бедных будет 3-5 раз. В Европе если взять доходы 10% самых богатых и поделить на доходы 10% самых бедных, децидельный коэффициент 5-7. 5-7 раз. В Америке, в Соединенных Штатах Америки там если мы возьмем точно так же по этому же принципу доходы 10% самых богатых и поделим на доходы 10% самых бедных получим 9. А вот теперь возьмите вы Россию и получите сколько вы думаете? 32. 32. И вот есть такой академик руководитель Института океанологии член президиума Академии наук России вот который у нас был на днях Петербургской философии и рассказывал нам про это про это неравенство в России и у него есть интересная работа 13 теорем если вы наберете в интернете просто такое название 13 теорем то вы получите вот эту небольшую работу где он доказывает что если бы мы взяли и часть средств от самых богатых направили в сторону самых бедных мы получили бы примерно такой диссильный коэффициент как в Соединенных Штатах Америки то есть никаких таких особенных революций не надо было бы делать а вот то неравенство которое у нас есть оно особо острое особо сильное оно с другой стороны побуждает некоторых людей которые получают малую зарплату заработать сверхурочно а за этим тянется другой хвост значит нет свободного времени для того чтобы потребовать большую зарплату приходится ее ковыться получать за счет удлинения рабочего дня рабочей недели потери свободного времени и лишение себя здоровья в конечном счете и зарплат дальше идет защита трудовых прав мигрантов и лиц безгражданства в том числе путем приема их в единый с местными работниками профсоюзной организации вот на заседание российского комитета рабочих приезжал мой однофамилист товарищ попов который является главным редактором газеты мигрантов и в этой газете мигрантов описывается их условия их требования и какие рекомендации рецепты и так далее но на самом деле защита трудовых прав вот здесь путь на самом деле записан в этом требовании путем приема их в единый с местными работниками профсоюзной организации это если это профсоюз мигрантов это никакой не профсоюз а это национальное какое-то объединение а надо включать профсоюз чтобы требования были для всех работников независимо от того независимо от того являются ли они нашими местными работниками или приехавшими вот это решение проблемы причем некоторые думают что вот скажем что проблема в мигрантах в том что скажем они вот приезжают и подрывают нашу зарплату как некоторые русские или российские работники считают на самом деле как вы думаете кто привозит мигрантов кто обеспечивает их сюда въезд и кто привозит их сюда в том числе даже организовывает в некоторых случаях подъемные и специальные зачисления и прочее кто это делает это делает либо государство либо сами предприятия зачем вот вот если за вами три человека выстроились из мигрантов на вашу должность то я думаю что вы должны поостеречься какие-то требования выставлять а то вас научитесь и будете еще требовать будете требовать вот вы из ворота а там сзади есть другие люди которые без всяких требований будут работать поэтому вообще характерно для капитализма создание резервной армии труда так это у Маркса расписано в капитале я думаю что и без всякого капитала понятно что капиталисты не безграмотные люди и очень нетрудно посчитать скажем буржатному правительству сколько у нас рабочих мест и следовательно сколько должно быть работников нет надо еще прибавить работников для чего ну для того чтобы были сговорчивые все работники которые у нас заняты если они будут безработицы то есть не будет вот этих верик на ногах у рабочего класса если не будет вот этого пузыря резервной армии труда то начнется достаточно быстрое повышение заработной платы вот чтобы этого не произошло Бургазия так строго считает чтобы рабочих мест всегда было меньше чем работников если вдруг она видит как вдруг работников уменьшается количество она быстренько уменьшает количество рабочих мест чтобы резервную армию сохранить нет таких капиталистических стран и нет таких капиталистических предприятий которые не обеспечивают себе резервную армию труда чтобы главный был рычаг во всех этих экономических спорах вам дано право на забастовку бастуйте а пока мы сделаем безработные которые готовы на это место прийти отсюда вывод для забастовщиков чтобы время бастуете так чтобы сюда не привели пока вы бастуете других работников которые вообще вас вытесли сначала на время забастовки а потом по окончании забастовки вас просто им уволят но не за забастовку а просто либо в связи с сокращением численности или штата есть такие две формы и через два месяца вас там не будет вот почему нежелательно проводить забастовки с полным остановлением работы полной остановкой работы лучше остановить на два часа в смену как ну вот два часа в смену кого приведешь на работу два часа не приведешь это первая смена там с 8 до 14 вторая смена с 15 до 21 а дальше с 21 до 24 тоже никого не приведешь утром 6 часов уходят работники если они бастуют путем сокращения рабочего времени на 2 часа ну что вы найдете работников которые будут с 6 работать до 8 2 часа то есть вот такого рода организация забастовок путем частичного сокращения работы на 2 часа в смену позволяет с этим бороться этими явлениями это раз во вторых не надо торопиться бежать домой вы должны убедиться в том у вас дружина должна быть во время забастовки которая следит за тем чтобы ваши рабочие места не были заняты привлечения к уголовной ответственности работодателей в случае дискриминации при приеме на работу передванию после окончания лекции так ну вот надо сказать что привлечение к уголовной ответственности работодателей в случае дискриминации при приеме на работу это требование я бы сказал скорее утопическое. Почему? Когда человек приходит наниматься на работу, он один, в коллектив он не входит. Ничего он не докажет. Если он куда-то подаст в суд или в прокуратуру, ему будет в спокойной манере или работодатель, а скорее всего юрист, пришедший по поручению работодателя. Конечно, работодатель никуда не ходит, он дает доверенность на представление его интересов в суде и скажет, нет, я поговорил с человеком, он очень хороший, но у нас другие критерии, нам нужны другие люди, не такие. И все. Никакой дискриминации, просто его не взяли. Поэтому доказать дискриминацию нигде никому толком не удавалось. Вообще, надо сказать, что в индивидуальных трудовых спорах, в индивидуальных, особенно победить невозможно. Можно только обращаться в суд. А в суд, если вы еще не на работе, ну кто вас поддержит? Никто с работой не поддержит, потому что вы не имеете никаких людей в этом коллективе, среди товарищей. Поэтому и профсоюз вас тут не поддержит, вы еще не попали сюда. Поэтому это вот довольно утопично. А вот в случае незаконного увольнения, вот это да. Вот тут у вас может быть очень много защитников, которые подтвердят, что оно действительно незаконное, что действительно человек хорошо работает, что это дискриминация и так далее. Теперь следующий раздел, который у нас есть в области национальной экономики, налогов и финансов. То есть масштабы нашего рассмотрения, мы говорим о политических составляющих социально-трудовых конфликтов, поднимаются до национальной экономики, налогов и финансов. Что здесь могут требовать профсоюзы? Повышение реального содержания зарплаты. Могут это требовать, потому что сейчас это требование ничем не подкреплено. Этот пункт в Трудовом кодексе 130-я статья, что государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты декларативной. Почему? Потому что нет никакой ответственности. В самом Трудовом кодексе ответственности собственно и не предусматривается. А где она может предусматриваться? Где предусматривается ответственность? В административном уголовном комплексе. В кодексе в административных правонарушениях и уголовном. Если бы написано, что работодатель, который не обеспечивает повышение реального содержания зарплаты, подвергается административному наказанию, штрафу в объеме 60 миллионов рублей. Это и будет означать вот введение такого пункта и будет означать, что государство гарантирует. Чем оно гарантирует? Что он наказывает тех, кто это не делает. Это во-первых. Во-вторых, здесь необходимо еще говорить о какой-то норме повышения. Если оно вообще не просто повышает. Допустим, найдутся такие продвинутые работодатели, которые вот вы подали в суд и уголовная норма есть, что я не повышаю, а я вам каждый раз на копейку больше. Вы приходите в суд, говорит, вот он такой-сякой, не повышает? Повышаю. Давайте считать. Вот у вас было 40 тысяч 3 копейки, теперь 40 тысяч 4 копейки. Это пересчет. После того, как с учетом повышения цен мы это все пересчитали, все равно получился рост. Что вы пришли? Есть повышение. Поэтому это вот такого рода декларативная статья, она должна быть изменена на статью какую-то, должна установить какую-то градацию. Правильно? Повышение реального содержания зарплаты. Есть повышение производительности труда. Должно быть повышение реальной зарплаты, ну, скажем, где-то в районе не менее чем 50 процентов от темпов роста производительности труда. Тогда мы привязываем это повышение к чему? К тому, что является ее источником. Но нельзя же просто повышать зарплату ни из чего исходя. Правда ли? А если повышение производительности труда произошло, сейчас у нас такая картина, что за один час труда работник в России вырабатывает стоимость своей заработной платы. После этого еще 7 часов работает на работодателя. Поэтому, когда вы сообщаете, что у вас работы много, счастливый путь и продолжайте. Потому что у него еще это не куплено, то не сделано и так далее. Ну, вот так обстоит дело в России. Причем об этом вот говорил и Виктор Георгиевич Долгов, он у нас проект, он работал доктор экономической наук, он говорит, что 40 процентов, и он директором работал по строительству стекольных заводов, где-то за 40 минут вырабатывает эквивалент своей зарплаты. Мазур Олег Анатольевич, доктор экономической наук, у нас защищал докторскую воспроизводство работников современной России в университете. Вот он тоже говорит, один час, один час. Следовательно, как вам что и делаю? Вот за час вы свою зарплату реализовали, после этого вы можете еще 7 часов работать. Но, если вы хотите работать еще 8, 9, 10, вам платить будут сверхурочные. Но за эти сверхурочные, естественно, что труд становится все более экстенсивным, потому что, как вы понимаете, первый час труда, четвертый час труда и двенадцатый час труда, они отличаются по затратам труда. Так, что предлагается? Здесь предлагается не просто повышение реального содержания зарплаты, а повышение реального содержания зарплаты, в том числе путем доведения номинальной зарплаты до стоимости рабочей силы. Это вот первая такая градация. Стоимость рабочей силы, она значительно меньше, естественно, чем общая стоимость, которую вырабатывает работник. Правильно? А стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных благ, которые необходимы для нормального воспроизводства работника членов его семьи. Значит, вот есть такая книжечка «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов», которая висит на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии в разделе «Библиотека». В этой книжечке дан расчет, примерный расчет стоимости рабочей силы, который во время коллективного трудового спора в порту делали товарищи докеры. И согласно этому расчету, если один работник в семье, то это порядка 240 тысяч жизненных зарплаты для того, чтобы обеспечить нормальное воспроизводство работника членов его семьи. Если это двое работников, с учетом того, что 9 лет у жены уходит на то, что она не работает в связи с рождением и воспитанием малолетних детей, один из родителей, по крайней мере, значит, где-то 164 тысячи рублей. Вот нормальное воспроизводство работника может быть обеспечено в Петрограде, в Санкт-Петербурге. При зарплате 164 тысячи рублей. Ясное дело, что, значит, если вы перечитаете зарплату таким образом, то, скажем, если у нас зарплата сейчас составляет, ну, зарплата у нас около 40 тысяч, да? В 4 раза, значит, будет больше, значит, вы 4 часа будете работать на себя, а 4 часа на работодателя. А с учетом того, о чем мы с вами говорили, о прибыли будем, как делить? Там у нас вначале говорится, трудового конкурса, что у нас партнерские отношения. Если у нас партнерские отношения, как надо делить прибыль? Ну, вы участвуете, я участвую, как будем делить? Пополам. Пополам? Ну, вот. Ну, а прибыль пополам уже. То есть сначала зарплату выплатить. 164 тысячи работнику. Ну, а прибыль пополам уж как получится. Мы ее совместно и делаем. Что значит совместно? То есть я-то работаю, а вы-то управляете. Вообще-то вы должны получить зарплату, как и я. Тоже 164 тысячи. Ну, и с соответствующими градациями, с учетом квалификации и так далее. Вот так обстоит дело. На основе еще повышения реального содержания зарплаты, на какой основе должно быть достигнуто? Путем снижения затрат труда. Как у нас идет дело со снижением затрат труда? Как вы заметили, например, газеты наши на эту тему меньше всего пишут. Нам все время рассказывают, что повышаются затраты на все. Это правильно? Или это полное искажение реального положения дел? С ростом производительности труда, затраты труда на производимую продукцию сокращаются или увеличиваются? Сокращаются. Сокращаются. А что пишут, что они все увеличиваются, затраты, увеличиваются? На самом деле они сокращаются и сокращаются. Это даже легко понять. Все же говорят, что вот у нас уже роботы, у нас все уменьшается, количество рабочих. Но это количество рабочих уменьшается. А количество продукции увеличивается. Вы поделите количество труда рабочих на количество продукции и что вы получите? Какую тенденцию? К сокращению затрат труда. Или другими словами. Рабочее время общества у нас постоянно, будем считать, да? Или сокращается в рамках, в рамках, так сказать, вот этого материально-производительного труда. А количество людей, которые заняты этим делом, еще быстрее сокращается. В итоге на одного работника, на одного работника, один работник вырабатывает все больше и больше продукции. А след на единице продукции с ростом производительности труда содержится все меньше и меньше труда. То есть можно сказать, что закон повышения производительности труда, это закон для какой-то одной информации или он обще-социологический закон? Обще-социологический. Обще-социологический. То есть в этом смысл развития, то есть в основе развития человечества лежит совершенствование орудий труда. А чем меряется совершенствование орудий труда? Ну не тем, что они рукоятки другие, и не тем, что они кнопки, а тем, что они такое же количество продукции производят за меньшее время. То есть вопреки тому, о чем все время говорится, у нас постоянно, вопреки тому, что говорится и что пишется, идет постоянное понижение затрат труда. Однолету с постоянным понижением затрат труда. Что имеет место? Повышение цен на что? На что повышаются цены? На все. Нет. А вы как ответите? На производимый домок. А? На производимую продукцию. На производимую продукцию, так можно сказать. А на все нельзя. Почему? Потому что как определяется инфляция? Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот обратите внимание, давайте, говорит, вдруг повышаются цены, а зарплата повышается, это же цена рабочей силы. Детский говорит, все цены выросли, как вы видите, на все. Ну давайте на все в 10 раз. Какая разница, если все будет в 10 раз, цены повышены, это будет повышение цен? Нет. Это на самом деле просто изменение номинала. Это вроде того, что мы давайте сейчас все… Вот у нас тысяча рублей у кого есть в кармане, ну считайте, что это рубль. Зачеркнем три нуля. Что от этого поменять? Ничего. Правильно? Да, но когда старушка увидит, какая у них пенсия, они могут пойти с войной на тех, кто их так обездолил. А там они тысячи получают. А раньше были только рубли, а потом были сотни, а сейчас тысячи, десятки тысяч. Так ранее же сотни тысяч были. А? Так ранее же сотни. Это временно были. Я временно был миллионером. Вот я пошел и получил зарплату за лето. То есть вот отпускные 2 миллиона. Ну, 1 сентября уже все. Ну, я все-таки побывал же миллионером. Хорошо быть миллионером. Но ничем не отличается от того, когда я был просто обычным работником. Так. То есть надо снижать затраты труда, цены, тарифы на Лефренверке или повышать. Что у нас делает наш дорогой Центробанк во главе с гражданкой Набиулиной, которую, товарищи, Повышает ставку? Повышает? Нет, ставку само собой. Она закладывает 4% инфляции. Ну, как так? Производительность труда растет, а 4% закладывается повышение цены. Что там посидит? То есть государство в лице Центробанка проводит последовательную линию на понижение реального содержания заработной платы. Вот вам и ответ на вопрос. Как насчет повышения реального содержания? Закладывается прямо понижение реального содержания. Цены у нас растут или не растут? Нет, молодой человек. Цены растут у нас или нет? Да, да. Ну, что это люди? Сколько мы уже учимся с вами? Вы видели, что цены выросли? Цены повышают. Сами они никогда не растут. Это не грибы. И не ягоды. И не деревья, и не цветы. Если вы где-то увидите, что они растут, вот вы смотрите, вдруг цена... Знаете, как это цифры так, так, как в кино показывают. Просто приходят. Просто они так быстро повышают, что перестали делать даже фирменные картинки, на которых пишут цену. Какие-то картонки на этих картонках пишут, потому что сегодня, на завтра, послезавтра, другая, третья и так далее. Или сейчас вот эта нынешняя эпопея с «Чёрной пятницей». Для кого она чёрная? Скажите, пожалуйста. Для покупателей. Чем же она чёрная для покупателей? Вы оскорбляете, я сам осел этой «Чёрной пятницы». Это я, если продавец, я вам на 9 тысячи снизил цену, он пришёл, воспользовался этой скидкой и объявил, что для покупателей чёрный день. Чем же для вас чёрные? Вы купили по дешёвке то, что я всё время продавал дороже на 2 тысячи. Ну, а если мне это не надо, оно со скидкой. Я соблазнился, купил. А вы вчера цену подняли на 100%? Мне скидку 50-50. Не надо вспоминать, что я поднял. Я не их вчера поднял, я всё время их повышаю. Ну вот. Чего вы меня оскорбляете, что я только вчера. Я всё время повышаю их. А этот, для меня она чёрная, я вынужден, вот из-за вас, что вы в чёрной этой рубашке, понизить цену один раз. И вот вы побежали один раз, обрадовались. А я смеюсь над этим делом. Вот странные люди. Побежали, хватает то, что им не надо. И они из всяких своих, из углов, то, что им не надо было, это барахло, это всё выволокали и продали. И освободили полки, и закупили новые, и получили большее прибыли. И всё. Кто сказал, что для того, чтобы получить большую прибыль, надо повышать цену? Надо её снижать. Она не уходит. Потому что общий объём, как получается прибыль, вы должны прибыль каждого товара умножить на количество товаров. Если цены понизились, но количество товаров, проданных, выросло в 10 раз, а понизилось только там на 5%, ну что такое 2000, там стоит 15-10 тысяч товаров. То есть получается, это красная для них пятница, красная. А для вас чёрная, потому что вас по-чёрному дурят, так сказать, обманывают. Поэтому она и чёрная. Так. Тарифы на электроэнергию растут или нет? Какого чёрта? У нас что? Что происходит? Что дороже стала электроэнергия? Что от того, что мы строим электростанции, гидро, которые, ну, кто там крутит это всё? Кто крутит солнце, воздух и вода? Всё там. Природа всё крутит. Вода течёт сама. Там цены очень мало. Затраты там маленькие. Как могут они тарифы на электроэнергию? Хорошо. Вы делаете мощные тепловые электростанции. Потом в Европе делают ветряки. Ну, как вы думаете, если у нас сейчас ставят ветряки ещё поставить, как вы думаете, повысят цены или понедятят? Поставим ветряки и цены повысят. Ну, красиво же смотрится, но за это надо поставить. Потому что какая цель производства при капитализме? прибыль. Но это же мы сейчас говорим про в союзной программе. Мы должны тут правду сказать. Понижайте тарифы. Железнодорожные перевозки. Ну, цены на билеты растут же. Растут. А что случилось? Что произошло? Что такое произошло? Что у нас нет технического прогресса в этой области? В производстве путей железнодорожных в чём дело? Коммунальные услуги. Что случилось? У нас дом уже старый. Зачем? Почему повышается на коммунальные услуги? Газ у нас, природный газ. То есть, у нас достояние национальное. В чём происходит? Почему же газ у нас? Что у нас стало больше людей? Что на одного человека теперь меньше приходится добытого газа или на одного человека приходится больше добытого газа? На одного работника в газовый отрасль. Как вы думаете в Газпроме? Ну, больше, конечно. А тарифы? Почему? А потому что вот я на вас смотрю, надо с вас взять прибыль и ещё монопольную прибыль. А что такое монопольная прибыль? Вот так бы вот такой цен, да ещё просто накинуть сверху, да просто так. За просто так, с него. Почему? Съезд. А куда вы денетесь? Никуда не денетесь. Вот я и... А для чего мы создавали монополию? Чтобы вы и не могли дёрнуться, а вы и не дёргаетесь. А профсоюзов дёргается, но это очень трудно сделать. Представляете, роста, производительность труда за счёт внедрения на научно-технический прогресс. То есть здесь вот они рассказывают, что гигантский разворот научно-технической революции. Всё роботы всё делают. И когда всё делают роботы, цена... Да что ж такие за роботы? Что-то цена от этого возрастает. А что, золотые роботы, что ли, делают? В чём дело? Что случилось? А если это роботы для красоты, для красного словца делают, чтобы, так сказать, народ дурачить, роботы, это что такое роботы? Это средства производства. Что изменилось-то? Есть люди, которые обслуживают роботы. И раньше были люди, которые обслуживают станки. Есть люди, которые обслуживают автоматические линии. В чём разница? Чем робот отличается от автоматической линии? Ну тем, что он меньше производит. Потому что автоматическая линия производят очень много. Вот, скажем, товарищ Шишкаров, мне известный, наладчик автоматических линий из завода Зил. Там стоят 10 станков специальных. И каждый станок есть наладчик, которого налаживают. Которые делают Как определенные виды обработки. А в конце вот этих станков, этой линии, выходит уже готовая деталь. Которую и так, и так, и так обрабатывали сложные. И один человек контролирует наладчик автоматических линий. И так оно дело. Ну как получилось, что говорят роботы, и вдруг все цены растут. Одно с другим не увязано. И тут же гигантский разорот НТР. И люди пишут, разговаривают эти разговоры. Потому что кто-то ведь читает эти разговоры, слушает. Я же вот вас спрашиваю, цены растут? И говорите, да. Нет, не растут. Никогда не говорите, что да. Не растут цены, их повышают. Обращение природной ренты в пользу всего населения страны. Вот недавно товарищ Белоусов написал записочку президенту о том, что вот сверхприбыль есть у этих, у наших нефтяных и газовых монополий. Давайте эту, раз говорите нет денег, много на что нужны деньги. В том числе и на эти операции оборонной, по защите и так далее. Давайте эту сверхприбыль будем в доход государства забирать. Какой поднялся шум удалось, Владимир Владимирович написал. Согласен. И что, удалось ему провести? Нет. А кто кому подчиняется? Буржуазия, президенту или президенту буржуазии? Достаточно, мы же политические составляющие ставим вопрос. Резонные, да? Но кто кому подчиняется? Президент буржуазии подчиняется. И послесловие к этому. Ну а где эти денежки? Денежки все ушли из России, вот эти. Значит, иностранные счета. Вот эта сверхприбыль, она здесь не задержалась. Вот так обстоит дело. Поэтому надо сказать, что вот такой взгляд, который мы с вами осуществляем в этом курсе, ну, посмотреть с более общих позиций на то, что происходит, чтобы не получилось, чтобы мы, так сказать, вроде тут конфликтуем по поводу зарплаты, а, дескать, ничего невозможно, нету невозможности никаких. Вот мы уже просто бедняки, как, а вы требуете повысить сейчас зарплату или сократить вам рабочее время. Да вы что? Да вы что? Мы же вот получаем там долю, ничтожную, прибыль, это ничтожная доля. Оказалось, прибыль 8, 7 восьмых, созданный 100, 7 восьмых. А если вас заставить работать еще, а вас и заставляют, то уже и еще больше. Так, ну в следующий раз мы продолжим. А желающие делать доклады, я сообщаю, что у нас свобода слова. Еще не было такого случая, чтобы я не дал возможность выступить тем, кто рвется на трибуну. Спасибо за внимание.